что друзья приветствую всех любителей 4 европы у нас новое прохождение за регион в котором мы очень мало вообще в целом играли которые мало вообще концентрирует на себе внимание в целом у игроков это регион индии конкретно страна мивар вы меня спросите кто такой мивар почему он что в нем вообще интересно удивительно помимо того что это одна из немногих стран которые прям на старте есть восстание еще я знаю рассидов да и пожалуй наверное и все ни у кого больше со старта нету восстаний начнем сдалека были такие раджпуты что это эта страна национальность какое-то объединение я не очень понял в общем были раджпуты были мощные челы такие в индии да и каким-то образом они распались после нашествия мусульман что ли и мы являемся крупнейшим представителем осколочком от этих раджпутов раджпуты кстати мы у нас будут вот где встречаться это чисто индуисты индуисты войны мы еще знаем сикхов кстати со старта сикхов наверное у нас нигде не существует очень сикхи это отдельные наца как это религия и каста воинов то есть не индуисты и не мусульмане а мы чисто индуисты войны чисто такие воинственные челы месть кровная вражда просто в путь это про нас полностью ну и в целом про регион было когда-то супер мега мощная деле и она распалась на джон пур на бенгалию мы тут выделились и дель будет преследовать значит целью восстановить свое величие а мы ну как мивар наверное будем желать объединить раджпутов разумеется это наша будет самая главная цель и у нас есть целых возможность получить два достижения за мивар реклама хотите пополнить свой счет steam с минимальной комиссии просто быстро и надежно купе код это больше чем сервис пополнением купе код это игровая экосистема которая является самым надежным способом пополнения баланса они делают упор на честность и развитие комьюнити а также организовывают турниры и предлагает систему лояльности для пополнения нужен лишь один ваш логин steam именно поэтому ваш аккаунт останется в безопасности для зарегистрированных пользователей действует кэшбэк на первое пополнение и покупку а также только с 12 по 26 июня действует бонусный промо код который дает минус 10 процентов на комиссию при первом пополнении а в остальных случаях есть и основной промо код который будет также указан в описании который будет снижать комиссию на 2 процента на пополнение и скидку на покупку игр гифтом в 10 процентов также на сайте купе код можно приобрести те игры steam которые недоступны в рф и не нужно больше париться со зданием новых аккаунтов пополните свой баланс steam не только в рублях а еще и в тенге и долларах по ссылке в описании это поднять 10 нет 20 полков уникальных рашпутских на полков пока что вам это недоступно но это не звучит как что-то страшно двадцать тысяч что это такое после партии за феодора затяжной где там нас под 2 миллиона же армия была вообще пофиг абсолютно и второе достижение которому мы сможем получить это закрыть все миварские задания после этого мы получаем еще одно достижение вот это уже прикольно кстати если мы до закрытия всех миварских заданий создадим раджпутов и получим свои новые задания раджпутские я так понимаю это вот кстати тут написано будет получить новое задание это понимаю это нам не помешает закрыть это достижение по что миссии раджпутов насколько я понял это продолжение миссии миварцев вот так вот такие дела целом и full индуисты наверняка значит наш ареал обитания индия в общем то мы это все видим наверняка нам не нравится то что у нас в индии есть кто-то кроме индусов правильно мусульмане всякие разные мы будем всецело против этого у нас есть уникальные механики индуистские можем выбирать одно из божеств и такую механику я по-моему трогал только на как же ты назывался за непал я непал создавал как-то была такая у меня партия самая неудачная моя партия за все время за непал по моему я там психов и перекатился но неважно можно выбирать одно из божеств бонусы довольно приятные здесь ситуативные но прям приятные полюбуйтесь на них и менять мы этот бонус можем каждый раз после смерти правителя но это в сословиях можно может меняться сословию нас их целых четыре условно священники условно аристократы условно торговцы и бедолаги и ваиши чисто работяги вот со старта у нас очень высокий уровень земель короны моментально сейчас прожимаем очко везде просто сходу вот пожалуйста и забыл сказать у нас есть вассал ходоте вот вот с чем мы себя представляем наверняка мы будем сходу воевать и воевать значит с такими небольшими силами поэтому качество армии нам важно дисциплина плюс 5 осадное умение это норма вообще для нас а что у нас по деньгам к 100 такой какой-то плюс есть в общем-то скромный такой у лимитарами у нас full но есть плюс на возьмем дисциплину так предлагаю протыкать привилегий в общем как-то так я натыкал по богатому согласитесь бы нужно было по одному слоту оставить для того чтобы лимиты управления прожимать и джайна чтобы займы но я аж так увлекся сильно сильно вообще куча всяких кнопочек у меня появился расследовать коррупцию минус 2 коррупции мы сможем получать что-то подобное есть у сунитов где мы в религии тыкаем минус 2 коррупции только можем это сделать здесь круто круто только у джайнов должно быть больше влияние джайны ну блин что же вы ну ладно ладно могу вот это прожимать и будет нормально что с по врагам джанпур гуджарад мальва серьезные соперники это считается все серьезные ребята прям серьезные предлагаю в ответочку то же самое сделать ну вот так пускай будет и кто с нами подружиться не хочет ну как не хочет кто-то хочет такие совсем слабочки честно какой-нибудь вид же она гарба нам не помешал в мне кажется кстати мы даже с деле можем подружиться внезапно деле владеет двумя вассалами которые супер нелояльны им вот каким образом все время деле при таком раскладе становится ну великими более-менее вот каждую партию что не приходишь в индию деле всегда существует у них все всегда все хорошо в принципе как вариант сельхин какую-нибудь может завоевывать деле и просто по событию конвертится в этой деле это так может быть работа я не знаю честных них я не разбираюсь но она предлагаем подавить восстание марварские сепаратисты у нас здесь есть у нас там по правителям значит наследник у нас 213 если ты умрешь наследник я не расстроюсь честно мадёвриды 6 он очень хочет умирать но то его спрашивает правильно ладно какой-нибудь мултан выглядит неплохо по моему как союзник имею ввиду ну какие же все остальные слабенькие я не знаю в принципе с виджи нагаром один и тот же противник можно в теории попытаться получать отношения они тоже кстати индуисты к чему нет эти интересно что я могу с мусульманами динбрак заключать потому что когда мы христиане например мы с мусульманами ничего общего не можем иметь в таком плане куча стран хотят с нами дружить внезапно не хочется с однопраничными челами такого общего иметь ничего как это не было бы жестоко но правда вообще чисто по заданиям на теперь нужно чилить какое-то время и чилить в плане например поставить крепость что такое блин и захватить 5 провинций с домашним скотом ну захватить то захватить аннексировать вассала вот это реально долго потому что мы должны ждать до 54 года есть тактики когда ты там этого вассала лишаешь себя потом подгадываешь за союзом не за союз пофиг абсолютно мы играем начали на полном расслабоне так друзья давайте без этого нас есть претензии со старта будут значит значит будут вот есть бедняга например боже сейчас тебя прочитать бы дхун дхар у тебя есть гвали ор и айдар почему бы мне на вас не напасть правильно кстати у нас не у всех есть институт даже самый базовый вот тут кстати живут я так понимаю чисто по культурам если смотреть мы кстати западно-арийские ребята да арица что вот это центральной индийские я так понимаю это чисто туземцы местные вообще бедняги из бедняк индийские то есть вождество у них чисто племена здесь местные мы хоть хоть сколько-нибудь вся кроме них они пришли и там с центральной азии кто-нибудь ну какие-то переселенцы это чисто местные туземцы такие бедняги вообще сочувствуем а еще кстати непривычно видеть ноль моряков серия просто у нас нету выхода к морю давно этого не было у меня честно по-моему скоро у нас будет день брак с виджин агаром я прав но похоже на то да а за один браком то и союз недалеко правильно неправильно сейчас еще получаем отношения а в союз суда так ну виджин агар всегда лютые терки у него с бахмани это серьезные ребята пока что для нас у нас 13 тысячами то делать нечего кстати вот деле с сирхин дам уже вот они о чем и речь как-то а вот они сейчас это разрешают я не знаю кстати исторические события из этого понятно что султан мальвы и кто там султан гуджарата это для нас не друзья сто процентов понимаю так вообще 13 тысячами я справлюсь не наверно с эти крепости холмистые не холмистые есть неплохо этим альва на вот этого чела напала за завоевание пупа я хотел его захватить да видимо подожди а кто у тебя в союзе а вот вот как раз то что нам нужно тоже сейчас она вы оккупировать сто процентов нам это нельзя допустить так он предлагает она айдара напасть а вот тебя как свою сторону вызвать вот так то а ты и не вступишься вот так это быстро вайп им можем оставить здесь одну тысячу просто чтобы они армию не нанимали и вот здесь разобраться с этим всем так вот просто и незатейливо мы запрещаем мальвы решается суда хотя они и не могли тут расшириться потому что сухопутных путей у них сюда нету пока суд до дела я бы посоюзил не посоюзил бы по захватал кого-то еще на тебя можно претензию сделать правда у тебя гарантия независимости от синда синт вообще не особо сильный кстати степ можно сделать претензию а вот крепости первого уровня приятно вижу наши будущие соперники расширяются потихонечку виджангар что с тобой стало этот наш союзник да ну ты хоть не проиграй вот это дхундхар боже короче он все наконец-то я забуду его название раз и навсегда просто то что мы сделаем вот так плюс 2 пробки 8 и 5 развития эти развитием можно здесь нельзя нельзя ну ладно сейчас сайдара у нас будет все вот и пожалуйста так но первая война первая война удачная я бы сказал очень удачный нам еще один соперник нужен какой похожий флаг у мальвы и синда жесть так ну что мы хотим джон пур он хоть и наш соперник а кстати он недалеко у нас на границах нет скорее с синдом по воюю да скорее с ним так наш сосед с еще более страшным названием джай салмер это точно индуист индийское слово вообще не кстати мы почти почти вытягиваем по деньгам крепость до вытяну монетка плюс одна целая это неплохо сейчас еще чутка по воем вот мы уже на тебя можно напасть синд и вот ты гар хвал ну с тебя денежек мы стрясем правильно за нас мултан можно ступиться я думаю это это не нужно 2009 3 на 13 наших мы не повысили лимит повысили о радж пут и кстати нам же нужно их повышать строить типа ну делаем как они будут выглядеть желтенькими наверно такими да и они розовые са 3 как на фиолетовые до красивые у нас 1 радж путский полк можно нас поздравить к статах но не будем наверно ждать пока на всех расширения спадет в принципе 12 что это такое это вообще дни что поэтому такая как свою сторону ничего не вызвать кстати тебя можно а смысл все равно только деньги с ним сможем аксиум взять правильно синт у синда в союзе гуджерат а это уже серьезно это для нас уже рыли серьезно если можно подождать пока он там а ну как он навоюет он с одним челом однопривенчатым воюет с двумя он не устанет в этой войне сто процентов поэтому делаем так а ну да по и что кстати по крепостям у синда мне интересно 1 1 провинчатая а я ну первого уровня вы поняли супер везде у всех первого уровня мы такие еще мощно смотрите 1 крепость 2 крепость фью да мы вообще гиганты супер сильные челы в регионе погнали по-быстрому разбегаемся по синду чтобы он не смог ничего нанять тебе просто не успел оп вот так это и делается ну и однопривничатый чел тут крепость будет до поседения осаждать вот наша армия освободилась бедолага все деньги нам отдашь 100 процентов бедная деле на него джон пур со спины напал сколько у тебя 20000 это солидная армия а тут по-моему не только мы стараемся да может нет на белый мир они согласна где их армия кстати она все откисла не 3000 где-то ходят ну ладно по моему мы готовы делать крепость да да в принципе по заданию у нас есть выбор строить крепость где-то либо здесь либо здесь здесь у нас золото а здесь ус монумент который дает нам защиту крепости в провинции читая сомневаюсь то что мне эта крепость пригодится к тому времени когда я смогу качнуть это все а здесь где-то где-то вот по этому заданию мы перенесем столицу суда в мевар она будет переименована и иметь столицу с раскачаны крепость принципе неплохо то как будто вы что думаете хотя с другой стороны у нас будет две крепости рядом не очень красиво и надо надо столицу делать на дом чикс все правильно я ничего не ошибся да все верно так синт родненький все денежки верно получим что-то какой-нибудь интересный прикол унижение нам дает только deep вес не знаю не уверен что это нам очень нужно вообще забрать full тебя это прям на это пока невозможно это агрессив пофиг на агрессивка верно это нам но с другой стороны нам дадут задания потом на эти территории претензии поэтому двояко как вы думаете deep вес будет очень трудно настакать до 50 если я буду унижение брать то не трудно контрибуции какие-нибудь и разрыв союза гуджарат он не стоит она того или не стоит не знаю одну пробку на сдачу можем сделать и с гуджаратом все вот так взяли по максимуму надеюсь я здесь кстати сколько нам дадут 40 32 32 ну не дотянет немножко в принципе если каждый год плюс 3 то мы очень быстро получим плюс 1 очко везде очки монарха это супер важно ну это и бедняга у нас остался можно взять себе дешевого советничка на админочки 0 5 монеток мы я думаю мы сможем себе позволить а но этот наш соперник просто пропал на его завоевали ладно тебя мы тоже забираем тоже пять монет и суда победа не варширится мевар растет него вообще красивый красивый еще один полк пока нет да пока нет супер а в каком году можно тебя присоединять 54 не пропустить бы этот момент кстати почему у меня типа нету дин браком 190 отношения на сразу здесь мы же есть кнопка на генерала зачем я наследников мучаю наверно чтобы он умер что у нас был кто-то получше вижу джунгладеш я так понимаю он только-только освободился из-под вас летит одели успею на нее претензию сделать не успею еще кач супер слабым союзником осин бедолага да немного мне контрибуции выплатит а вот и деле дам деле встроиться и из-под вассала который завоевывает его понимаю союз ты с нами не хочешь больше попробуем давайте тыкнуть генерала машин получше будет а ну явно явно получше явно так берем рашпуты более у нас влиятельная так понимаю да 59 год о это прям долго будет длиться на восстание нам обещают а пока не обещают или нет плюс 05 в месяц вот пожалуйста от на тыкал этих ваших сословных приколов да круто на границах большой и страшный белу джистан так понимаю да в принципе всем в основном пофиг то что он завоевал фул синт сразу же джагладеш как бы все сразу предлагаю напасть на них что у тебя одна тысяча поехали чё тут ждать даже не страшно что у нас боевой дух неполный а не только мы джангладеш решили завоевать да 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 страна с немецким флагом имперским я понимаю тебя пахмани напала на гуджарат опа а гуджарат торговые споры всякие у нас гуджарат это серьезно наш соперник будущем пока он слабенький то она джон пурда друзья как ты будешь воевать со всеми ухты ничего себе агрессор ты агрессор еще ко всему тому 25000 джон пурда ты в общем доволен собой чувствуешь уверенность можно сделать грязь если что здесь наконец-то джангладеш все судам это отдельно следующая провинция отдельно следующее что у нас опять без что-то выжил кстати мир влияет наверное да да пока мы в мире независимость хотят понимаю это сколько же мы воевать-то должны 59 года 6 так ходать я могу тебя уже присоединить а правильно а и подожди 166 190 было только что имеет национальные какие национальные провинции вот эти это что ты будешь делать наверно дарить подарки пока что мы не очень хотим денег у нас не очень много не будем ну кач давай ты у тебя однопряничатый чел который имеет союз только с тобой давай завоевываем по войскам у вас скромно все вот а подожди а сейчас у нас такое отношение потому что мы воюем вместе до плюс 25 вот чего я видел во время войны 190 отношений вот в чем секрет хотя как мы своем у этого чела если мы не имеем выхода к морю как-то наверно только через три через тебя наверно не знаю и после этого у нас ноль рекордов как бы все после этого можем посидеть немножко спокойно наконец-то и в общем оккупация полностью завершена но не могу нажать вот на пробку но я же не могу просто к ее забрать верно придется делать вот так да по моим прикидкам мы лишились пяти монет страшно абсолютно делаем так мивар красив ни одной ни одного задания пока мы с вами не выполнили понимаете да чем могу наконец-то тебя начать присоединять скажи мне 54 год еще до поторопился немножко учу сидим тогда чилим какое-то время слишком мало соперников у нас все еще дали джон пур афганистан нифига себе афганистан силен фулин ну давай деле например давай вся джон пур слабей но во время войны слабей бенгалия соперник джон пур да может быть мы на этой почве подружимся с бенгали хотите что-то в это вообще не верю похоже на то ну ладно ну хочу сказать что вы обосрались ну как я я не там поставил крепость круто да мне был выбор между этой правкой и этой и я поставил не здесь и здесь а вот тут круто круто сделано круто сыграно ну привыкайте да в этом весь я я не загружаюсь не переигрываю союз расторгнут смултаном о подожди соперник ошалеть даже на сной союзов виджин агар да кстати как ты неплохо вроде да бахмани непонятно плюс 5 всего лишь союзы не с кем абсолютно эти ариса как вариант соперник бенгалия до риса 19000 соперник мальва он надо надо дружить с рисой надо что мальва наш ближайший соперник ровно как у джарад она же есть институт кстати чем с институтом надо раскачивать как-то его начинать дам мы же не в европе играем все верно чё скажете по этому поводу надо 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 сейчас куча всяких бонусов из сословий бонусов на прокачку провинции при кстати можем поставить построить храм у нас будет еще минус 5 правильно джайны где-то у вас такой бонус был или его не брал блин неужели не брал ну ладно эти можем же расследовать коррупцию просто пожимаем вот это у джайнов влияние становится 50 значит 61 портим монету один раз и можем две коррупции снять сразу же но только блин она же еще и рад шпутом накинется влияние я не понимаю почему сейчас не растет у нас это вот бедствие вообще-то не растет ладно прожмем прожмем ничего страшного а ну порча монет это чтобы построить новую крепость расследовать коррупцию суда вот это приятная вещица честно оборона чё тогда в барваре раз у нас здесь проект хоть какой-то есть ходоте можем уже начать присоединять 55 год октябрь после этого еще нужно стабу на двушечку сделать мы получим наконец-то претензии на территории на все это время мы воевали вот так плохие новости у нас кстати но снова правитель 213 надо было бы убрать такой себе так что у нас здесь можем новую дисциплину похоже на том эти четыре родича на трон посажу это прям ну сильно ускорит присоединение октябрь 55 допустим делаем так по-моему ничего не поменялся октябрь 55 так и остался ну ладно так вот я же хотел повысить развитие в этой провинции мы это сможем сделать но это чё-то там красный какая-то была вот она налоги минус 94 процента почему автономия высокой почему автономия кстати высокая это наше владение а потому что здесь восстание было нам она ножа спадет правильно более здесь медь мивар бы качнуть 54 цена конечно но золото хотим наверное хотим наверное хотим кто-то нам по моему дает минус к стоимости развить джайны что ли и по какой-то кнопки можем отношение увеличить но и джайнами наверно и ладно и забьем тогда в золотоносную провку раскачивать дорого понимаю на это золотоносная провка поехали можно подкачать армию пока можете такое позволить вообще наследник удай синг в редкий момент когда можно более-менее прочитать имя правителя индуистского 226 норм сарисы можем заключить союз супер против малевы только так пойдет интеграция вассала мы примет ученых тут немножко просили да так вижу просили же или сейчас через месяц все будет на одну тысячу ну а не будем ничего убивать в принципе деньги есть того нас 18000 мальва тут мы у него просто умали вы еще вассала же есть он один остался до повышение стабы бы на я все очки влила в прокачку да это я молодец бы нам же теперь нужно на 2 стабильность поднимать что ты будешь делать ладно чтобы сильно не расстраиваться давайте реформу чекнем стоимость там и минус эти есть то что мне бы хотелось кстати сейчас бы получить есть приятные рекруты есть эти мнение такое что доход от налогов на начале игры очень сильно решает я кстати склонен к этому с этим согласиться по что мы на золото добычи 4 нет у нас основные доходы золото как раз сейчас идут которую мы раскачиваем раз уж нам нужно повышать стабу на 2 и прямо сейчас это делать давайте возьмем это может быть очень в этом сомневаюсь ну давай давай нужно прям нужно делать потом поменяем если ничего страшного 89 мере вместо 104 что ли мы можем уйти в медитацию я так понимаю наш правитель мы можем отказаться и получить два престижа как бы но можно вот это сделать и тут как бы а зачем нам это делать менее очевиденном как бы плюс возможно после того как я вернусь наш правитель вернется с этого как-то написано созерцания какие-то бонусы получим я не очень уверен я хочу проверить поражать это это будет целых пять лет длится 55 лет мы получим минус одну легитимность шанс нового наследника это ладно и типа отношений минус один тип отношения в принципе нам не поджимают попробуем попробуем что это даст мы построили крепость наконец-то мы укрепили радж путану огонь и далее а кстати мивар развитие более 11 число строительных участков участков ниже 1 пу-пу-пу мы мы должны все это застройки правильно понимаю читая и тут а немножко за фейлил если мы сильно так я раскачивали провинции у нас был бы меньше слотов для застройки и сейчас и сейчас блин тогда я зря наверное крепость сломал у нас был был бы уже один слот занят вы бы достроили торговлю и налоги и все мы выполнили бы задание на туда либо денежек производства был на золотое бы увеличилась круто чё делать теперь доделывает нам ренессанс чинет ну ладно тут что у нас она как раз нам тут нужна крепость по заданиям круто круто я ее сломал аша это кстати я всем привет это ну нету слов короче нам нужен здесь храм рынок и крепость которую я до этого уже сломал ну я понял хорошо хотя следующий слот на 30 уровне откроется то есть я сейчас не могу по идее раскачивать провинцию чтобы у нас было меньше слотов на что ты будешь сделать столько очков сюда влил и ради чего я не знаю наверно по технологиям отстал подожди у нас 4 ну пока нет пока не отстал но я думаю это недалеко ладно хоть хоть и это радует но она хотя бы у нас есть деньги и за золото у нас есть деньги можем повысить стабильность и наконец-то получить претензии порядок нашей землях а в наших землях порядок что вы понимали есть такое дело и у нас есть вот такие претензии кстати это мы руками сделали вот на юг на мальву на гуджарад гуджарад ты довоевал ты довоевал союз только с белу джистаном претензии там получили вот они белу джистан белу джистан афганистан сестан такой мощный чел достаточно гуджара супер слабенький но и рекордов нужно влетать прямо сейчас вы понимаете меня до гуджар что по крепостям крепость только 1 какое блаженство просто по одной тысячи везде раскидываем оккупируем и берем в летаем белу джистан тоже горной крепости 2 уровня есть одна вот это как-то вы из выводим из войны и спокойненько фулу гуджарад себя купируем фул возьмем фул возьмем фул джош гуджарад это наша торговая точка родная так гуджарад родники как я самая богатая провинция скажи мне ну давай столица допустим за нее и будем воевать поехали а вот же еще крепость эти съемы вот я об этом не подумал кста придется нам задержаться тут же сна кстати никуда не спешит особо к счастью наследник трона умирает у нас до 36 монет для нас значительно помолимся помолимся до умирает так а что насчет просто сейчас оставить здесь одну тысячу очередную и пойти вывести из войны белу джистанца кстати у тебя есть торговая точка ключи на которую у нас есть претензия чему бы это не забрать у нас вообще забрать фул гуджарад это дорого по агрессивке да нет но что-то наклевывается дэни ну недорого в целом у него все 6000 как бы смешные а вот и горная крепость нам поддалась белу джистан что-то нам скажешь на это весело правда ну да если я буду еще от белу джистана отрывать провинции это может не очень хорошо закончится честно скажу не очень хорошо принципе я уже могу с ним мириться 225 монет для меня это прямо ну актуально супер актуально но хочется торгового влияния еще получить понимаете меня до торгового влияния как раз какое-то влияние в гуджарад и и есть надо бы взять а забрать его столицу кстати не очень-то долго а в принципе и столицу брать не обязательно в таком случае так это белу джистан а это гуджарад сейчас сейчас дипломаты да это гуджарат берем полностью легендарно победа легендарная у нас плюс 6 монет плюс 7 вот это нормально а вот это по моему итог что у нас после этой медитации получилось то есть умение правителя в дипку увеличилась позже на 2 это у нас два будет или тричат не очень понял и пока у нас не умрет правитель мы получаем плюс 0 5 престижа в год подожди два или три все-таки 3 реально 2 так подожди теперь он справитель не так уж и плохо отлично надо медитировать каждый раз когда это вижу с экспериментом получилось так и меня очень беспокоит мальвы больно сильно на разожралась честно вам скажу больно сильно мне это не нравится так ну и пока суть дела можно всяких мелких чолов позавоевывать правильно на которых у нас есть претензии соперников мало говорят но ганистана сто процентов не нужен делим то чем у нас там по завоеваниям она вот этих двух чолов тоже завоевать катхия вар это называется плюс традиции стоимость пехоты и мальва следующий у нас по заданию мальва тут у нас еще претензии вечный жесть так друзья надеюсь у вас нету союз виджи нагаром подожди подожди но вас между собой союз и свежая нагаром и он призывается тридцать девять кстати тридцать девять на 30 отношения к рогам усталость виджи нагар а что мне сделать что ты не вступился отношение увеличить с кем ты воюешь ты вы с кем-то слабый наверное с арисой боже что у нас происходит подожди ну я конечно могу попробовать разорвать союз кстати не могу благосклонности не хватает короче просто попробуем улучшить отношения по максимуму возможно они устанут войне с арисы и как бы передумать вступаться были на их желание повысился представляете оборонительная война у них дипрепа высокая да блин война с виджи нагаром точно в мои планы не входило сто процентов но повоевать мы по факту можем только с ними потому что мальва это уже очень серьезная война для нас будет а рекордов 0 ну практически не по-моему ариса как союзник погибает нашу по ощущениям что происходит вообще с ним виджи нагар все наоборот хорошо людских резервов 0 правда в целом все неплохо так мивар по поводу мивара нам нужно фула застроить ваш полный кринж чем с рейсанца получилось теория могу построить крепость но останется еще один флот я так понимаю нужно стоп ни одного слота не осталось я верно все понял число строительных участков ниже 1 ниже 1 только 0 видос появится следующее здание которое бы мог теории построить 8 админ тех но флот понятно 6 военный тех а он скоро а вот он к 100 с добавим в 30 ну да ну да это может сработать блин плюс 10 у нас реально на постоянку просто жесть ладно можем построить здесь крепость я думаю можно реально себе позволить ну вид же прям на грани тридцать девять тридцать семь и вы не воюете уже 6 рекорды какие рекорды подожди благосклон сколько вы благосклонности дадите мне непонятно сколько до разорваться из 50 благосклонность ладно нас так им благосклонности сколько ты нам дало считающие заметил нисколько может быть короче мы были близки чтобы они не вступились но тут все тут уже все ладно разрыв союз хотя бы с одним и вторую не призывая как свою еще сторону вторую страну аннексируем дам выслуживаться надеюсь сработает это что такое так 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 дипломат хоть один скорее пофиг что у нас нету боевого духа пофиг абсолютно а если я на него бы напал вступил так делаем даже свою сторону можно взять за столицу за вот эту поехали так они все еще в теории могут ее призвать это может сработать но нет если они если они сразу не согласились то это все но ты все вот и вся их армия а вообще мы получили доступ к морю что-то надо бы флотом заняться торговым в первую очередь до чтобы нам денежки приносил гужера все-таки место хлебное свиджинагар а чё это такое не понял не варска ты все-таки вступился гаденыша ну ты посмотри а отказался отказался разрыв союза логично но тут такая мерзость подожди ты сейчас как-то высадка если к нам вы или чё случится сейчас позит ладно я не загружаю 265 монет нам дали 6 может быть как-то ну договоримся это просто сделал вид что наверно ступился а на самом деле ты готов союз обратно заключить да да я понимаю я понимаю это все политика правда вряд ли они согласятся на мир так просто теперь что-то мне сдается так ты у нас родники кстати согласен на мир я думал с этим будут проблемы но ты у нас наверно не согласишься до в будущем на мир я думаю так так и с тобой мы решили все дело и не согласны посмотри а пупупу белый мир может нет не согласен ну чё очень долгая война нас ждет кой союз ты о чём или можно делать что-то типа разрыв союза не за а у тебя же нет союза да нету союза визе нагаром в целом у нас армия больше чем у него можем пойти наделать грязи чтобы он вышел и попросить денег сатики же нагара нормально просто стрясу с него денег по моему неплохо звучит ну как как план не за это он расстроится вообще из-за этого нет права прохода даст хочу не хочу а я знаю ну ну можно попробовать принципе с деньгами проблем у нас нет с рекордами до с деньгами нет у него тоже 0 рекордов по сути на попробуем так забрали крепость пару битв супер неприятных ну две победные но неприятные денежки с тебя можем стрясти да так давай может быть вот эти вот по одной провки где можем вот так вот сделаем на как бы ничем не жертвы я надеюсь даже на самой такой низенькой скорости на всякий случай там никакие крепости больше не беря потому что у них 12 тысяч у нас 7 и плюс еще вассал на 3000 уже мы с их армией не справимся вот они пошли отбивать крепость я вижу ведь же нагар сколько нам дашь 400 монет сюда да не раздумал раздумал воюет опу что мы воюем так то они да все союз будет все нормально такую-то суету конечно навел ну все нормально все супер даже задание выполнили кстати столицу сюда можем перейти запросто а стой 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 базовое производство увеличится на 2 значит развитие увеличится на 2 значит еще один слот нет не переносим столицу пока что нет вот на это я не попадусь завоевали катхи авар традиции плюс восстанови рекрутов стоимость пехот восстанови рекрутов это же прирост число рекрутов когда нам нужно кстати я же да так это она и виджин агар майка обратно пошалили и хватит перенос ждет долгий-долгий чилл поднятие рекрутов вот это все пока кстати есть деньги почему бы и не построить флот наконец-то только с лимитом 15 15 барков торговых пойдет надеюсь это выгодно как бы я не зря это делаю хотя оболган же можно сделать себе вассалом а чё бы так не поступить кстати говоря свою смолевый то есть при нападении на мальву это будет проблема а давай у сколько раз у меня один брак это присылал я отказывался а зря отказывался балган давай подожди баба баглан теперь когда я правильно твое название называют ты вообще должен полюбить нас невероятно претензии у тебя есть ну в целом нет понятно о то что нужно военный тех есть такое дело мивар от армия делаем после постройки через год закрываем задание приносим столицу и все хорошо кстати мы уже это можем сделать и нам не нужно достраивать даже ну давай чикс денежки основаем основаем основываем удайпур есть такое дело выполнили задание редко завершена прикольно прикольно наверное оставим здесь казармы строится почему бы и нет так вот ренессанс 104 стоимость нужно доделать чё хочу сказать вот 99 стоимость равно очень дорого одно радует золото а вот наш мелкий флот здравствуй 7 корабликов куджарат и как бы в минус говорят мы будем делать кармандел мы отсюда же торговли не тянем пу-пу-пу еще прям в минус-минус по мы получили 675 а так 7 остальное понимать содержание дороже да это все дело 06 подождите мне нужен калькулятор ну да да мы не в небольшом минусе по факту и баглан добро пожаловать под вассалитет приятно видеть тебя здесь лимит армии сразу нас по вы по моему с атак был он высокий ну из-за вассала еще сильно повысился но смотрите первая серия и мужа настолько себя уверенно чувствуем просто по нам плачет война с мальвой просто плачет я так думаю зря я куча очков трачу от именно административных то что у нас тут идея а стоимость всего лишь плюс пять нужно подэкономить все это дело буквально одно прожатие кнопки у нас и появится ренессанс внедрите его думаю прям сейчас хотя бы можно да но я сэкономлю внедрить я думаю по деньгам мы точно сможем справимся и считай ренессанс мы уже получили этот институт можно продать каком-нибудь виджен агару получить стать неплохо денег с него до ренессанс только даже мы не видим где он он только распространяется на границах досягаемости нашей вот так что озлотимся за счет него ничего скажете мне пока все очень нравится начало добренько начало положено чагатай кстати чагатая нет могу листан какой могу листан ты же чагатаем был просто я я же помню что у меня в этом переводчике чагатая он англоязычный а тут хорошо ладно ардебильский ширван ардебиль ё-моё ты стронг серьезно а ну вот он целый ардебиль да он не подожди да он независимый ардебиль формит персию гадалкой не ходи так вот друзья подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии жмите на колокольчик и на это на сегодня все всем спасибо что были всем спасибо что смотрели как-то так